Скажем, слава нашему Господу, дорогая церковь! Вы знаете, в послании Иоанна, 2 глава, я прочитаю, 3 глава, 1 стих. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими». Слава Богу, что мы дети Божьи, что мы усыновлены! И, вы знаете, я недавно слышал такую историю одного брата, и он был иностранец, не был, а есть иностранец, норвежец. И по долгу службы он ездил в Узбекистан и бывал в детских домах, и там приглянулась ему одна девочка, и он решил ее удочерить. Вы знаете, это очень такой большой процесс, длинный, чтобы удочерить ребенка, или усыновить, там множество документов надо, и суды, и свидетели, и учебу какую-то проходить. Вы знаете, он все это прошел, он все это прошел, а потом в конце уже, кажется, вот-вот, она называла ее папой, он приезжал к ней, уже, кажется, уже к концу все это должно решение быть. А ему говорят, вы знаете, вы с Норвегией, а у нас с Узбекистаном, как бы, нет вот этих взаимоотношений таких, что вы не можете, как бы, удочерить ребенка. Вы знаете, тогда этот брат говорит, а я отказываюсь от своего гражданства. Вы знаете, и он отказался от гражданства, об этом писали в газетах, и этот ребенок уже вырос, ей два с лишним лет, и он привел ее к Господу, и живут они в Москве, и она перед народом Божиим свидетельствовала и говорила, ну, благодарила отца, папу, что вот так он сделал этот шаг и удочерил ее. Слава Господу, что мы также Богом усыновлены и удочерены. Он оставил небо, свою славу, пришел, и почему-то мы приглянулись ему, да, он выбрал нас и приблизил себе, и мы теперь дети Божьи. Слава Господу! Как мы можем его отблагодарить? Просто славить его, быть благодарным ему и исполнять его слово. Да поможет нам Господь в этом. И сегодня моя проповедь, те мои проповеди я назвал «Пустыня в жизни христианина» или «Как преодолеть пустыню». Вы знаете, пустыня – это часть христианской жизни. Если мы посмотрим в Писание или вспомним, то все мужи Божии и народ Божий, сам Израиль, они путешествовали, ходили в пустыню. Авраам путешествовал в пустыне, и Исаак, и Иаков, и мы видим Давид, он очень много находился в пустыне. Иоанн Креститель, и сам Иисус, он также был в пустыне. И вы знаете, и мы не проходим мимо пустыни. И в нашей жизни тоже бывают периоды, когда нам необходимо пройти пустыню. И я прочитаю Псалтер, 62-й Псалом, несколько стихов Псалом Давида, когда он был в пустыне Иудейской. «Боже, Ты, Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя, в земле пустой, иссокшей и бесплодной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище». И еще одно место, это книга Иова, 22-я глава, нет, 23-я глава, 8-й стих. «Но вот я иду вперед, и нет его, назад и не нахожу его. Делает ли он, что на левой стороне, я не вижу. Скрывается ли на правой, не усматриваю. Но он знает путь мой, пусть испытает меня, выйду, как золото». Слава Господу. Братья и сестры, и вы знаете, пустыня – это место некомфорта. Мы знаем, что это зной, да? Это, может быть, где нет воды, и ночью холодно. Это некомфортно, это неудобно. И вы знаете, как мы можем оказаться в пустыне? Бывает, что очень неожиданно мы можем оказаться в пустыне. Когда мы что-то планируем, что-то строим, да, о чем-то мечтаем, и вдруг это моментально не сбывается, оно разрушается. Эмоционально мы находимся в пустыне. Это может быть болезнь, это может быть потеря близкого человека. Много причин, когда мы можем оказаться в пустыне. Ну, как примеры, допустим, молодой человек делает себе предложение, да? Строит какие-то планы, о чем-то думает, мечтает, и вдруг она отказывает ему. Это пустыня для него? Или наоборот, да? Сестра надеется, что этот брат сделает предложение, допустим, да? А он делает другое. Это тоже пустыня, может быть, да? Пустыня. Много причин, когда христианин, он может оказаться в пустыне. И, знаете, один брат как-то свидетельствовал, говорил, армянин, он как бы вырос в приемной семье, приемной семье, и когда уже стал взрослым и уверовал, он нашел своего папу. Папа жил в Москве, это были 90-е годы, и был он миллиардером, очень богатый. И они как бы взяли к себе в Москву его, он приехал с семьей, находился какое-то время, он еще не исповедовал свою веру, прожил день или два, и он говорит, я молился у себя в комнате, читал Слово Божие, молился, и заходит папа, увидел меня в этом состоянии или положении, да? И говорит, ты что, верующий? Он говорит, да, папа, я верую. Он говорит, даю тебе три дня. Или ты говоришь, Бога нет, и выкидываешь Библию, я покупаю тебе дом, обеспечиваю тебя всем необходимым, или ты покидаешь наш дом. А он говорит, папа, мне не надо три дня, недостаточно три секунды. Он исповедовал свою веру. Через несколько минут они были вместе с семьей на улице. И погода, она не отвечала их на одежде. Были одеты не по сезону. Это пустыня была? Это пустыня, да? То есть, как бы все хорошо, прекрасно, папу нашел, радость, да, переживали, и оказались на улице, на скамейке. Зывали Богу. Поэтому мы можем оказаться в пустыне в любой момент. Вы знаете, но мы должны помнить, что Бог не оставляет, и это часть Божьего плана. Это часть Божьего плана, когда мы оказываемся в пустыне. Бог что-то хочет совершить в нашем сердце и в нашей жизни, может быть, испытать нашу веру. И, вы знаете, есть такая книга, ну, не книга, а учебник в школе, ну, ОБЖ, да, там есть как безопасность, да, как вести себя в той и другой ситуации. И Господь, Он тоже дает нам некоторые моменты, моменты, как вести себя, как поступать в себя, когда мы находимся в таких ситуациях, когда мы находимся в пустыне. Что делать? Что делать? Первое – это никого не винить. Это никого не обвинять, когда мы оказываемся в пустыне. Это первое. Второе – мы должны сделать решение, что бы не было, как бы не было трудно, тяжело, я должен пройти эту пустыню. Я должен преодолеть эту пустыню, что бы не было, как бы не было трудно и как бы не было тяжело. И понимать, что у пустыни есть конец, что пустыня, она заканчивается. Есть период, когда пустыня заканчивается, И не убегать из пустыни, и принять это как часть Божьего плана в нашей жизни. И слышал свидетельство одного брата, когда он также проходил пустыню, и у них была такая трагедия в семье, и дочь очень сильно болела, смертельное заболевание у нее было. Конечно, они молились, говорит, мы и постились. И Господь показал нам, говорит, такое как бы сновидение, сновидение. Мы видим, что видели, как мы едем в таком комфортном поезде, в вагоне, где все хорошо, прекрасно и красиво, и тепло, и уютно, и кормят, и музыка приятная играет. И вот мы едем в этом поезде, и вдруг поезд останавливается, и мы выходим из этого поезда. Поезд ушел дальше, а мы оказались, мы оказались в пустыне. В это время у нас наша дочь, она умерла и ушла к Господу, была верующая. Конечно, говорит, это для нас было большое переживание, это для нас была пустыня. Еще какая пустыня? Такие большие переживания. Вы знаете, и мы как бы видели, видели, когда оказались вот в этом месте, да, в некомфортном месте, да, в пустыне, мы видели, как вокруг, вокруг очень лежат много братьев и сестер. И мы говорим им, вставайте, надо идти, надо подниматься, надо идти. И нельзя находиться в таком состоянии, просто погибнете, засыпет вас песком. Что там дальше, дальше есть, ну, снова перрон, вокзал. Мы дойдем и снова сядем в поезд и дальше поедем. И, вы знаете, и, конечно, кто-то встал, кто-то пошел, кто-то пошел, а кто-то так остался в этой пустыне и без признаков жизни. Так бывает в нашей жизни, братья и сестры, и кого-то, может быть, мы вспомним, да, которые не смогли преодолеть пустыню и также остались в ней. Остались в этой пустыне, не преодолев вот этот путь, вот это расстояние, которое Бог предусмотрел для них. Вы знаете, мы не можем укоротить вот эту пустыню, но мы можем увеличить ее. Мы помним, что народ израильский, да, он намного меньше должен путешествовать в пустыне, а путешествовал сколько? 40 лет, да. Чья вина была там? Да. Поэтому так же бывает и с нами, братья и сестры. То есть, когда мы оказываемся, оказываемся в такой ситуации, мы должны понимать, что пройдет время, пройдет эти трудные какие-то испытания в нашей жизни. Мы пройдем, а там снова, снова будет вокзал, снова будет поезд, где будет комфортно, уютно и удобно дальше двигаться в этом христианском, жизненном пути. Пусть Бог поможет нам, чтобы мы никогда не унывали, никогда не падали духом, но если мы оказываемся в этой ситуации, знать, что это часть Божьего плана, и Господь, Он рядом с нами, Он укрепляет нас, Он помогает нам, и что-то Он хочет совершить в нашей жизни, в нашем сердце. Укрепить нашу веру, испытать нашу веру и показать нашему сердцу, где-то что-то исправить и как поступать далее в христианской жизни. Пусть Бог поможет нам в этом, а мы поблагодарим Бога, что мы дети Божьи, и кто находится, может быть, в таком состоянии, в таких трудных ситуациях, пусть Господь укрепит и благословит вас, чтобы вы не падали, не унывали духом, а укрепились верой и надеждой на Господа продолжать далее путь в этих трудных ситуациях, может быть, в этой пустыне, что она кончается. Аминь. Аминь.